Мы только за, что без виз будут люди ездить, просто чтобы была у людей возможность ездить, куда они хотят, и посещать те страны, и, короче, везде, куда они хотят, чтобы была возможность. Так что мы только за. Паспорт маете, биометрирующий? А как же? А как же? Все имеем. То есть рюкзаки уже спакованы? Да, спакованы уже давно, только ждем денег. Безвиз, как для меня, это векно в Европу, счастье для Украины. Деяки люди считают, что безвиз – это возможность для них, лично, сделать где-то для своей страны. Безвиз – это хорошо, взял, купил билет. Вот мы недавно нашли, есть сайты в интернете. 8 евро с Варшавы до Милана на самолет. То есть 8 евро – это отлично. Можно взять себе билет в Амстердам, 3 дня там повисеть и обратно вернуться. Ну, это как для туристов. Даже те машины на польских номерах, люди уже ищут лазейки, ищут разные способы как-то жить здесь. А люди, вот мы с телепередачей, какой-то политик, роликс у него какой-то незадекларированный за какой-то там полмиллиона долларов, а он морозится и говорит, а нет, это у меня там фуфлок какой-то там, это не роликс, это он уже встал. То есть, ну, люди дурачков играют на самом деле там вверху. Вот, а мы лят нашим глаза, что, мол, все нормально, дороги делаются, где же дороги делаются? Вот я водитель. То есть, дороги не делаются, дороги не делаются. На рахунок безвизового режиму для нас это, напевно, что доброе. Это, хи-ба, что может быть не доброе для Европы. Наши заполонимы. Мы ничего, ничего доброго там не делают. Мы были в Милане, мы поднимались по дуже гарному готичному собору. И, кажется, это был единственный напис на стене, который там был, из Украины. Привет из Чернигова, коректором. Ну, это ожидает всю Европу. Это хорошо, что есть безвиз, так, но, конечно, если я не могла, не мала, за что, например, ехать, то мне открытие визы и, в принципе, эти деньги, ну, что я не мала, за что, то я и не маю сейчас, за что ехать. Тобто, что мне безвиз, в принципе, ничего не дало, потому что у нас, ну, как бы, не мали тих денег, чтобы мы ехали, чтобы могли подорожать, чтобы... Хотела малача до Европы? Хотела дочь? Поедемо. Голос громади має звучати не лише на выборах. У новому проекту телеканалу Поділля Центр кожен зможе скористатися правом висловити свою думку, бути почутим і побачити себе в эфирі. Народна трибуна чекає вас щопонеділка з 18 до 20 години на Майдані Незалежності у Хмельницькому. Субтитры создавал DimaTorzok